Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Под низким доходом семьи понимается доход, который не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в определенном субъекте России. Размер выплаты тоже зависит от региона. Он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте России за второй квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за второй квартал 2017 года. К тому же снимается трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей. Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же. Улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 87 копеек, евро – 67 рублей 88 копеек. КОНЕЦ КОНЕЦ